Добрый вечер, дорогие слушатели Python Junior подкаста. Сегодня у нас короткий онлайн-выпуск, первые серии выпусков про разбор кода. Мы решили поэкспериментировать с форматом и сегодня собрались с Гришей, чтобы рассказать, как новичку лучше читать код, на что обращать внимание, как мы привыкли с Гришей читать код. Мы делаем это абсолютно по-разному, кажется. И собрать с вас обратную связь, какой код вы хотите, чтобы мы для вас почитали. Может быть, вы хотите прислать на ревью свой код. Привет-привет, меня зовут Григорий, я сегодня с видео на фоне занавески. И да, мы со Златой совершенно по-разному читаем код. Для меня, например, чтение кода — это боль. Не, ну реально боль, потому что, когда я читаю чужой код, мне в нем непонятно примерно ничего. Я не очень уверен, почему так происходит. Может, потому что у меня не очень высокий интеллект. Может, потому что у меня какая-то особая конфигурация психики. Всегда приятно себя чувствовать избранным. Может, потому что кошелек Миллера 4-5, когда ты начинаешь читать чей-то чужой код, там тысячи новых деталек. Поэтому для меня это боль. Если есть возможность, я стараюсь чужой код не читать. Если надо делать код-ревью, я стараюсь его кому-то перепоручить. Если же все-таки чужой код читать нужно, то я беру листок бумаги. Как это ни странно, физический листок бумаги, ручку. Открываю точку входа и начинаю записывать, как работает код. Это такие квадратики с пометками и стрелочки. Очень-очень высокоуровнево, как это все организовано. Злата, а как у тебя выглядит чтение чужого кода? Ну, по-разному. Ты знаешь, когда я... Я до сих пор не догадалась использовать ручку и бумагу. При чтении кода я пользуюсь ручкой и бумагой и рисую квадратики и стрелочки, когда мне нужно архитектуру приложения скорее нарисовать. Вот. Ну, в общем, когда я начинала только читать код и была совсем там джуниор-разработчиком, я скорее читала код с помощью IDE, которые хорошо умели его индексировать. Тогда вот Visual Studio, внутри которой мы писали на плюсах, она не очень хорошо умела это делать, поэтому мы пользовались сторонними тулами. Помню, была такая тула Code Insight. Вот. В ней очень классно было браузить код. Поэтому, да, все, как ты говоришь, находишь точку кода и начинаешь от нее потихоньку идти. Но вот тут у меня вопрос, Гриш, ну, то есть я знаю на него ответ, но наш слушатель, возможно, нет. Как не скатиться при этом совсем вот в детали? То есть какие этапы вот этой вот цепочки от входной точки до выходной точки стоит на своей вот этой страничке ручкой нарисовать, а какие лучше пропустить? Вот. Как ты считаешь? И это очень интересный вопрос, потому что, когда ты начала рассказывать, я понял, что на самом деле мы обсуждаем два разных чтения кода. Есть архитектурное чтение кода, когда мы пытаемся понять, а как это приложение вообще работает в целом, из каких больших частей оно состоит, как эти части с друг с другом, не побоюсь этого слова, разговаривают, есть ли у них там какая-то шина, или они используют синглтоны, или они передают друг другу экземпляры объектов, или они используют что-то специфическое для фреймворки, кто они, сколько их, зачем они тут все собрались. А есть чтение кода на уровне каких-то конкретных методов, где мы, предположим, хотим всего лишь поменять работу одного метода. И, знаешь, вот, наверное, чтение кода на уровне метода, если этот метод строчек 50-100 и не совсем адово написан, оно, ну, наверное, не очень сложно. Вот, когда я говорю про сложность чтения чужого кода, я имею в виду как раз архитектурные вещи. К сожалению, это моя огромная боль. Я же не просто так ношусь везде с кошельком Миллера. У нас не получается писать простой код. У меня не получается писать простой код. У моих коллег не получается писать простой код. И ты лезешь в какой-то метод, чтобы поменять, я не знаю, там формат записи какого-нибудь JSON-а в лог. Ну, казалось бы, что может быть проще? Ты быстро локализовал в коде место, где этот JSON впишется в лог. Уже занес свой текстовый редактор, чтобы внести изменения. И тут ты неожиданно видишь, что он не просто туда пишется. Тебя встречает абстрактная фабрика фабрик. Гриша, ты что, смотрел код, который я пишу на работе? Да любой код так выглядит. Там же крайне редко бывает, что все просто. Там у тебя встретится какая-нибудь абстрактная фабрика фабрик, которая тебе выдает фабрику в райтеров. Фабрика в райтеров тебя выдает в райтер. Какой-то синглтон шаблонов. Ты передаешь шаблон в райтер. Ты вызываешь у него общий метод, который специализируется в зависимости от положения звезд. И в результате мы приходим к тому, чтобы для того, чтобы поменять какую-то очень простую вещь, нам нужно лезть в архитектуру приложения и вообще понимать, как эта штука работает целиком. Потому что у приложения, например, может не быть какого-то одного места, где формируется этот JSON. Это может быть какая-то древовидная штука, которая берется там из файла. Это может быть какой-то лаяут объектов в памяти, который на это влияет. И, наконец, какой-нибудь там дефолтный формат используемой библиотеки, я не знаю, там сериализации, который вообще напрямую нигде не участвует, но косвенным образом влияет на получившийся текстовичок. И никогда не знаешь, в какой момент чтение одной простой функции приведет к изучению архитектуры всего приложения. Вот в твоей практике, когда ты читаешь чужой код, насколько часто это какие-то простые строчки кода внутри метода, а насколько часто тебе нужно вешенным кроликом носиться по всему приложению, go-to-definition, go-to-definition, idle references, и выписывать на листке бумаги, чтобы понять вообще, что тут происходит. Ты знаешь, это зависит от языка, на котором я читаю код. Все то, что ты говоришь в фабрике фабрик, это, наверное, справедливо в отношении разработки на C-Sharp и Java, насколько я помню. Ты достаточно опытный C-Sharp-программист. Я чуть менее опытный, ладно, но я как-то себе лечу, гораздо менее опытный разработчик на Java. И там, да, повсеместно встречается такое, что чтение просто какой-то функции из 250 строк приводит к изучению архитектуры. Для Python это менее распространенная история, тем не менее, когда ты читаешь код, может быть, junior, middle разработчиков, когда ты читаешь код дата-сайентистов, то есть людей, которые очень хорошо знакомы со всякими прикольными абстракциями, но не так уж много им приходилось писать поддерживаемого в продакшене кода. Вот тогда получается, что даже в Python на ровном месте возникают, прости господи, фабрики, каких-нибудь объектов. И там начинается какая-то архитектура. Что с этим делать? Ну, продолжать читать код. Ну, вообще, люди, не пишите так код, пожалуйста. Как бы история про разработчика-психопата, который знает, где вы живете, она вот имеет две стороны. Как бы подобный код, он излюбован даже нормальным разработчиком, может сделать психопата. С клинической точки зрения это, наверное, невозможно, но тем не менее. Как бы за такой код хочется убивать, и это головняк для вашего менеджера, этим лида, который хочет, чтобы все задачи были сделаны вчера. А чем больше сложных абстракций на ровном месте, тем вероятнее это вчера никогда не наступит. Тут я с тобой полностью соглашусь. И, наверное, смогу уже сформулировать такой первый совет нашим слушателям. У нас все-таки Python Junior подкаст. Нам надо как-то это наносить пользу, добро причинять вот это все. Что к чтению кода надо относиться как к чему-то сложному. То есть не надо думать, что «А, кот, гиги-гиги, сейчас я сяду, все прочитаю, это как художественная книжка». Нет. То есть новый проект, сеть, чтобы как-то разобраться, это займет там от нескольких дней. Подходить надо соответствующе, зарезервировав эти несколько дней, взяв стопку бумаги, ручку и текстовый редактор, и IDE, который как минимум может «go to definition» и «find all references». Без этих двух инструментов чужой код читать, по-моему, вообще бессмысленно. То есть читать чужой код в Notepad++, если этот код сложнее «hello world». Но это будет так себе удовольствие. И второе, что я могу прямо сейчас сказать, вот мне очень понравилась твоя формулировка, что «не пишите так», наверное, надо прочитать очень-очень много плохого кода, чтобы потом самому стараться писать понятный код. Вот, да, когда я пишу код, каждая строчка, которую я пишу, я всегда стараюсь посмотреть на нее со стороны. Вот то, что я пишу, насколько это будет понятно человеку, который это будет читать, который не я. Или я, но через годик, когда это все уже надежно забыл и вообще год не писал на Python, на JavaScript. Такой подход, он себя оправдывает, когда ты пытаешься писать код как можно проще и в ключевых точках расставлять комменты, которые тебе или кому-нибудь еще помогут. О, кстати, Злата, а ты пишешь комменты в своем коде? Сколько? Самый прекрасный коммент, который я написала в своем коде, был про то, что, о, боже мой, я переборщила тут с декораторами. Там была функция... Когда их было вот так вот 10, да? Стоп. Сильно декорированная функция. Именно так и было. Там было примерно, ну, поменьше, может быть, штук шесть, но как бы само тело функции, оно делало просто ретерн. Ну, знаешь, это такая манифестация метапрограммирования. Ты написала код, который пишет код, который пишет код, который пишет код, который не делает ничего. И это практически, ну, идеальная инженерная задача. Вот эта задача решается, да. У тебя получился метод зен. Наверное, человек, который это будет читать, застрелится. Да, более того, как бы, коллеги, которые поддерживают сейчас этот код, ищут меня, значит, по всему городу и хотят застрелить, но я успешно скрываюсь. Вот. Что я хотела сказать? Ты упоминал очень интересную вещь, что каждую строчку, которую ты пишешь, ты над ней думаешь. Это прикольно. То есть, каждая строчка, она должна быть, говорить сама за себя. Даже если там какая-то под этим скрыта фабрика-фабрик, ты должен смотреть на эту строчку и понимать, ага, это приблизительно работает как-то так. Тебе не должно, не нужно ходить вот по всем, вот с тем фабрикам и выяснять в деталях эту архитектуру, ну, или во всяком случае, ты должен иметь возможность отложить этот ресерч на потом. Ты должен посмотреть на эту строчку и понять, окей, эта штука делает примерно вот такое. Потом, через какое-то время, ты вернешься и разберешься. И ты сказал еще вторую важную вещь, что нужно запастись временем. Действительно, как бы вот этот вот ресерч нового кода, особенно кода сложного, особенно кода с фабриками, нужно делать в несколько присестов, потому что вот эти вот архитектурные абстракции, они еще и не сразу укладываются в голову. Ну, то есть, может быть, ты с первого раза нарисуешь на листке бумаги все эти стрелочки и квадратики, но ты начнешь их в голове у себя вертеть достаточно эффективно, не сразу, а только через какое-то время. Или не начнешь. Или не начнешь совсем, да. Такое может случиться. Да, вообще такой больной вопрос, особенно для начинающих разработчиков. И я вот боюсь то, что мы говорим, не будет ли это таким, не знаю, разговором двух художников, которые обсуждают, вот как на новом айпадике, на прошечке лучше рисовать. И вот что поверхность под стеклом, она как-то на уровне внутреннего восприятия не очень разворачивается в некий такой объем холста, в котором ты рисуешь трехмерные объекты. А начинающий художник хочет нарисовать вазочку, и у него не получается. То есть какие-то такие разные обсуждения. Давай придумаем алгоритм. Вот мы уже достаточно поговорили, чтобы какой-то простой список правил, типа рисуем квадратик, а потом рисуем сову. Да, потом рисуем сову. По, если суммировать вот всю мою такую боль, вот, как я читаю чужой код, обычно, ну, архитектура большого приложения, она обычно большая и сложная. Там очень много всяких путей. Когда мы читаем чужой код, нам обычно не сразу нужны все эти пути. Вот, и поэтому алгоритм у меня, наверное, будет выстраивание совы между двумя точками. То есть мы читаем код с какой-то целью. Мы хотим что-то там разобраться. Вот мы ищем, где происходит то, в чем мы хотим разобраться. Например, обмен там сообщениями между двумя модулями. Или запись влог. Или то, как приложение делает сетевые запросы к Амазону, чтобы поменять Амазон, там, не знаю, на Google. Ну, естественно, нашли эту точку, в которой ничего не понятно. Далее мы берем точку входа в приложение. Еще нам потребуется дебаггер. Можно, наверное, читать чужой код без дебаггера, но не нужно. Вот, на самом деле, я на практике мало читаю чужой код, поэтому очень мало применяю дебаггер. А если бы я много читал чужой код, наверное, применял бы. И быстрый способ начать. Мы ставим точку останова там, где мы хотим понять, как оно работает. Запускаем нашу программу, ну, которая сейчас наша, вообще она чужая. Подгадываем, чтобы она сделала то, что там надо. Оно у нас останавливается. После чего мы смотрим на stack trace. Некоторое время плачем, как же оно туда полезное пришло. Смотрим, как выглядит наш stack trace. Записываем. После чего начинаем читать код и понять, а что же привело к тому, что оно туда пришло. И вот тут-то в процессе изучения этого, казалось бы, простого вопроса, как же оно из точки старта программы пришло в ту точку, где делается полезное действие, мы увидим и все объекты этой программы, и связи между ними, как они друг с другом дружат или не дружат, и все остальные вещи. Половину времени мы проведем в дебагере, половину в ADE-шечке с кликами go to definition, и на листах бумаги мы как раз будем записывать этот вот путь. В результате мы получим какой-то из путей выполнения нашей программы. Ну, не всей, конечно. В большой программе таких путей выполнения могут быть сотни. И прочитать там код какой-нибудь родмина целиком, ну, это, не знаю, несколько лет, и то не хватит. Я бы тут еще посоветовала периодически выделять время на то, чтобы делать рейды по кодочтению. То есть ты упомянул то, что мы получим все объекты для какого-то пути в коде. Этих путей может быть много, и некоторые пути тебе, возможно, без продакшена тяжело будет даже воспроизвести. Поэтому код открывается в каком-нибудь интересном для изучения месте, выписываются все методы, которые в этом месте присутствуют, и, соответственно, строятся связи между этими методами и объектами, которые они используют. Например, объектами, которые находятся в соседнем модуле, или там методами, которые находятся в соседнем модуле. При этом тут очень важно скорее все это пытаться верхнеуровнево описать. То есть не разбираться, что отдельный метод делает конкретно. Это можно сделать потом. Важно сначала на листочке нарисовать эти кубики и связи между ними. А уже потом разбираться конкретно с теми методами, которые интересны в первую очередь. Мне кажется, у джуниоров, ну, по крайней мере, у меня была такая проблема, когда вот начинаешь читать от корки до корки, и на это уходит очень много времени. Да, от корки до корки я бы не советовал читать, потому что, ну, большие базы кода могут начинаться от нескольких мегабайт исходников и прочитать такое целиком это месяц, если не годы. Еще, кстати, есть один фокус. Если, например, система очень сложная, и вы ее просто запустить на своем ноутбуке не можете, в серии слишком много движущихся частей, слишком много дополнительных сервисов надо мокать, единственный человек, который знает, как запускает локально, он, к примеру, умер. То есть такой чит, у вас есть, к примеру, стейджинг, да, в идеале, конечно, если вы можете сделать стейджинг себе на веточку, вот, но если вы не можете сделать стейджинг себе на веточку, то вы просто договариваетесь, что из серии, вот, сейчас вы немножечко поэкспериментируете на стейджинге, вот, чтобы человек, который выкатывает в прот, он ваши эксперименты неожиданно не выкатил. А дальше вы делаете такую вещь, вы просто включаете какую-то систему логирования, к примеру, я не знаю, вы можете писать в какую-то систему eventlogger, вы можете просто открыть файлик и писать туда, и коммитите, чтобы оно в continuous integration развернулось на стейдж, далее подключаете к eventlogger, открываете файлик и смотрите, как оно выполняется. И для большинства языков вы можете прям stacktrace писать в этот лог файл, то есть вы хотите узнать, а где же вызывается эта функция, вы ставите какой-то if, что если там этот запрос произошел, и ваш каунтер равен нолику, то поставить каунтер единичку, записать stacktrace файлик, записать туда смайлик, закрыть файлик. Все, система как-то работает на стейджинге, вы ее там потыкали, потом открыли файлик, а там все есть. Это такой очень топорный, очень простой способ быстро получить stacktrace и пути исполнения для какой-то сложной системы. Главное, не забудьте потом это все убрать, потому что все забывают, оно потом выходит в прот, а потом все так удивлено, а почему же у нас все тормозит? А, у нее же дебаг-режим не отключен, еще на миллион раз в секунду файл пытается записать stacktrace. О чем мы так в продакшене делаем? Ну, я так тоже иногда в продакшене делаю, но это как… Нет, это плохо, плохо, не делайте так. Да, не делайте так, но иногда это единственный путь, например, когда я работаю с веб-сайтами, иногда какой-нибудь там веб-сайт, которому я приложил тентаклы, можно открыть прямо на проде шаблончик и увидеть в штумельных комментах какую-нибудь там мою дебаг-фигню, а просто я как-то убеждался, что вот то, что я здесь поменяю, все правильно раскатается, на проде окажется в нужном месте и с нужными данными. Такой баттл-чек. Ну, одна строчка комментария, как правило, не очень опасна. Тут я вспомнила историю про фронтендера, который отлаживался алертами, но, к счастью, он, значит, в сообщениях в алерты писал 1-1-1, а не какие-то более плохие слова. Но, в общем, в какой-то момент этот алерт попал на продакшен, и счастливые пользователи увидели этот самый 1-1-1. Да, вот я обычно через генерированный HTML отлаживаюсь. А вот, кстати, через console.log на проде очень не рекомендуется отлаживаться, потому что если система какая-то новая, то неизвестно, сколько раз в секунду эта штука вызывается, и можно себе сделать потрясающий console.log, который там будет спамить все, а это такая отладочная операция, она не то чтобы очень быстрая. Да, ваш браузер начнет очень быстро нагревать воздух в вашей комнате. Да уж, ваши благодарные пользователи резко перестанут быть благодарными. Вот, что ж, наверное, на этом мы будем подытоживать как-то нашу, эту короткую беседу, которая по задумке должна была быть промо-роликом. Вот, еще раз повторюсь, что с сегодняшнего выпуска мы принимаем заявки на код-ревью проектов. Это могут быть, в принципе, любые проекты. То есть, если вы хотите, чтобы мы почитали для вас внутрянку какого-нибудь, что у нас сейчас модное. Если вы хотите мне причинить боль, то заносите. Я буду вот реально страдать. Там каждый кусок кода, который мне надо читать, это боль и страдание. Да, Саник, он прикольный. Айош, ТТП, опять же, хорош. Асинка, Йо, Фалкон, не знаю, Джанго, Ченнелс. Ну, много всего хорошего. Вот. Так что пишите ваши комменты, как обычно модные видеоблогеры делают. Здесь. Да, оставляйте комменты здесь. Вот. С вами был Moscow Python Junior, Гриш Петров и Злата Обуховская. Всем пока. Всем пока. Здесь тоже говорят про Python. Спасибо. Спасибо. Спасибо.